Итак, еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, мы продолжаем эфир, эфир бизнес-канала, вторая часть которого традиционно называется бизнес-класс, класс с учетом такой, я бы сказал, учебной ассоциации, да, учебный класс, в этом классе огромное количество, огромная аудитория Финам.ФМ очень внимательно слушает преподавателя, который сидит сейчас в студии, рядом со мной, напротив меня сидит мой сегодняшний гость. Я представляю его с удовольствием, сегодня в гостях бизнес-класса Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Добрый день, Татьяна. Добрый день. Тема нашего эфира сегодня мы сформулируем следующим образом, факторы роста для быстро растущих компаний среднего бизнеса. Ну а дальше романтическое название «Газель». Ну и традиционно, наверное, Тань, вы к этому привыкли, будет у меня, видимо, такой же стандартный вопрос, что это такое. Что это такое? Почему, да, именно так? Романтично были названы эти, вроде бы, на первый взгляд, далекие от романтики вещи. Прежде чем мы начнем отвечать на этот вопрос, ну и, в принципе, прежде чем мы начнем разговор, я, уважаемые слушатели, для вас еще раз напомню. У вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, позвонив в студию по телефону прямого эфира. Телефон 6510996, код Москвы 495. Также вы можете использовать интернет-ресурс, сайт компании финам.фм, чтобы написать и свой вопрос сформулировать. Ну, вроде все приготовления мы сделали, давайте начнем эту интересную беседу. Итак, мы говорим о русских газелях. Вот это, собственно, идиоматическое выражение. Откуда оно появилось? Газель, замечательно. Газель, пока вы говорили, я как раз вспомнил, откуда оно появилось, фамилию человека, который ее придумал. Это Берч, это европейский экономист, он, собственно, исследовал компании среднего бизнеса, европейского, и делил их по условиям двум. Первое – это условия продолжительности роста и темпом роста. Ему удалось в течение длительного времени исследований выявить такой класс компаний, которые растут на протяжении длительного времени очень быстро, без падающих темпов. Он их назвал газелями, по аналогии, видимо, соответствующим животным. В Европе этот класс обычно ориентировался, по-моему, на 20% темпов роста в год на протяжении четырех лет. Причем четыре года – это тоже было не случайно, это статистическая величина. Как она получилась, нас не волнует. Мы, собственно, взяли такой же параметр – четыре года роста, и не 20%, а с учетом нашей инфляции, 30% годовых, должны быть темпы роста компании, чтобы она попадала в эту категорию. И когда мы заинтересовались, по-моему, это было в 2007 году, к нам пришел профессор финансовой академии России Андрей Юданов, соответственно, с этим проектом. И после этого мы стали уже каждый год закупать базу, анализировать и выявлять этот класс компаний. Ну, то есть, прежде всего, да, можно говорить о том, что и в России, как и в Европе, как и в Америке, наверное, да? Везде. Они везде есть, да. Просто это вот такой определенный типаж, который характеризуется двумя сложно сочетаемыми характеристиками – ростом высоким и одновременно продолжительным. Продолжительным. А вторая вещь, почему он обратил на это внимание, потому что оказалось, сейчас детали, точно цифры не помню, но примерно так, что 5% компаний в Европе быстрорастущих создают до 90% новых рабочих мест. И, собственно, почему эта категория была крайне важна, потому что он понял, что есть определенный класс компаний, от которых, собственно, зависит занятость, а, соответственно, все остальные параметры экономического роста. Ну, это существенный момент, естественно, да, если говорить, тем более, всего лишь 5% и 90%. Да, 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 вот такая огромная пропорция именно новых рабочих мест, имеется в виду. Не всех, а новых рабочих мест. Да, да, конечно, конечно. Хорошо, тогда давайте мы будем говорить о том, что же это за компания в России, прежде всего, да, может быть, есть смысл или наоборот, да, это мы не выделяем какую-то конкретную отрасль, это, может быть, компания, занимающаяся любым бизнесом. Мы их причисляем еще и к бизнесу среднего уровня, да, между малым и крупным бизнесом. Причем я предположу, хотя вы можете меня оспорить, Таня, что вот этот продолжительный и достаточно эффективный рост, ну, 4 года, да, и пусть будет 30% в год, он заканчивается не стагнацией, да, не падением, а переход в новый разряд. Это был средний бизнес, а через 4 года, может быть, это уже крупный бизнес. Ну, очень по-разному, на самом деле, бывает, поэтому, вот, в принципе, мы всегда исследуем, собственно, быстро растущие компании, они, их количество очень невелико, это у нас было 214 компаний, в этом году 208 компаний, то есть было в какой-то момент около 400 компаний, видимо, на пороге кризиса. Ну, это никогда не больше тысячи, даже не больше 500 компаний. Ну, то есть, по крайней мере, да, этой информацией легко обладать, да, статистику? Конечно, конечно, ну, это нелегко, это надо считать, но, тем не менее, это возможно. И поэтому мы всегда их исследуем в рамках, собственно, вообще среднего бизнеса, как он себя чувствует. Соответственно, здесь важны такие особенности, как, собственно, параметры среднего бизнеса, и мы их нащупываем статистическим образом, и сюда относим параметры от 200 миллионов рублей оборот до 20 миллиардов рублей, соответственно, оборот, то есть такой очень широкий диапазон, но, тем не менее, это компании, которые не входят в эксперт-400, то есть не входят в полукрупнейших компаний по верхней границе, и вот эти 20 миллиардов верхней границы, это абсолютный эквивалент среднего бизнеса Европы и Америки, то есть здесь мы идем просто по этому пути. Теперь, что касается, куда перескакивают, не перескакивают газели или вообще средний бизнес. То есть во что превращается, да, если опять эту романтическую метафору использовать, во что газель вырастает в результате или, может, не вырастает? По-разному очень бывает. Если говорить конкретно о газелях, то вообще-то у нас довольно большое выбывание газелей, из пула, собственно, газелей. И есть, конечно, компании, которые начинают, собственно, с среднего бизнеса и очень быстро достигают масштабных уровней. Например, магнит, розничная сеть магнит, которая является типичной газелью на протяжении уже более чем четырех лет. И, естественно, теперь это крупные компании, входящие легко в полукрупнейших компаний. В нашем пуле были и другие компании, которые тоже преодолевали планку и 20 миллиардов туда заходили. Но многие остаются, соответственно, в этой категории. И более того, вот наше свежее исследование, поскольку сейчас у нас уже большая очень предыстория, показывает, что компании-газели, достигая, то есть очень быстро растут до того, как они становятся газелями. Естественно, быстро растут, когда они являются. То есть они из мелкого переходят в сегмент среднего бизнеса. Это быстро-быстро. И вот примерно это продолжается 7-8 лет. А вот через 8 лет они, наоборот, чаще всего падают ниже по темпам роста, чем средний бизнес в целом. И поскольку это тоже является феноменом, поскольку мы его видим, он повторяется примерно 7 раз. Раз 7 раз повторяется, значит, в этом что-то есть. То возникает вопрос, с чем это связано. То есть единицы, собственно, растут дальше, оказываются в топе и так далее. А остальные, соответственно, останавливаются. И три фактора мы выделяем. Первый фактор, это редко бывает, чтобы из этих 200 примерно компаний, компании реально концентрировались на своей нише. То есть точно понимали, что такое их компетенция. Это бывает. Есть компании, типа, диэлектрические кабельные системы, там, или Gloria Jeans и так далее. Вот тех, кого мы знаем поименно. Splat, косметик. Они, собственно, знают свою компетенцию. Остальные, как бы, это следование по путному ветру. То есть вот существует конъюнктура, конъюнктура работает. Это не является исключительным свойством российских газелей. Вот в первые периоды мы достаточно много спрашивали, даже писали статьи про европейские быстрорастущие компании этого же сегмента. И до кризиса, например, там вот у нас, не знаю, 80% выборки составляли, европейские, я имею в виду, компании, составляли IT-компании и компании, которые занимались наймом персонала временного. Прошел, начался кризис, естественно, все они ушли. Вот это такой вот первый феномен, почему газели как бы выскакивают. Они выскакивают на хорошей конъюнктуре. Значительная часть из них перестает быть газелью. — Опять-таки надо подчеркнуть, что вот если говорить об опыте, о котором вы рассказываете, европейских наших коллег, кризис же помешал им развиваться, ведь все могло бы быть не так плохо. — Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как раз пример других компаний, которые находят, и вот в статье в эксперте, тот же Юданов и Юрий Полунин пишут об этом, что в принципе вот этот вот феномен быстрорастущей компании, почему он интересен, он создавал у нас целые сегменты. То есть вот упомянутый мой магнит создал, соответственно, розничную торговлю. Компания РБК до кризиса была типичной газелью. То есть они сначала нашли, собственно, вот эту историю с деловым порталом, и они были первыми, безусловно, потом они нашли историю с телевидением деловым, и они тоже были первыми, и вот они были газелями. То есть компания «Газель», особенно в наших условиях, она способна, ну не знаю, там, связной, евросеть, ну и так далее. Вот они все создавали сектора, то есть это очень яркое явление. Поэтому то, что многие из них как бы уходят... — Я прошу прощения, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». И мы говорим на тему факторов роста для быстрорастущих компаний среднего бизнеса, который один из известных американских ученых по фамилии Берч, правильно я понял? — У европейских, а может, американских. — Не суть важна, да, не суть важна. Мы, главное, знаем его по имени. Так вот, господин Берч назвал их, так достаточно романтично, «газелями». И вот об этих «газелях» мы сегодня и говорим. О русских «газелях», что еще более звучно. Ну что ж, Татьяна, значит, мы выяснили с вами, как минимум, да, что вот эти, так сказать, достаточно быстро развивающиеся компании, о цифрах тоже мы говорили, это показатели, да, безудержного роста на проведение 4-х лет, да, 30% в год — это прилично. В российской действительности, как правило, формировали некоторые, да, целые сектора. И «магнит» как потребительский сектор услуг, да, там, розничной торговли, по крайней мере. А дальше вы говорили о связном, да, и так далее, и тому подобное. Давайте продолжим тогда с какой точки зрения. А что поддержит, точнее, да, компанию «Газель» вот в этом самом росте, да, что не даст ей возможность, ну, мы не говорим о форс-мажорах, пример с кризисом все-таки, да, достаточно драматический, потому что многие, и не только «Газели», наверное, не пережили этих, этого времени. А если не говорить о форс-мажоре, что поддержит их в этом росте, что будет помогать им продолжать развиваться? Ну, здесь я сначала просто скажу пару слов буквально о таких очень важных тенденциях текущего момента для среднего бизнеса вообще, потому что вот мы в 2008 году до кризиса, соответственно, делали, публиковали результаты, и сейчас нам было интересно сравнить, что произошло. И вот со средним бизнесом вообще, с точки зрения тенденции, произошли достаточно радикальные и, как бы, сложные изменения. Первое, с 2004, по-моему, год, с которым мы проводили измерения, и до 2008 года число компаний среднего бизнеса в России неуклонно росло. Примерно с 15 до 45 тысяч компаний, выросли до 50 тысяч компаний вот так. То есть три раза. А начиная с 2008 года, конечно, в том числе благодаря кризису, число компаний вообще перестало расти. То есть сначала несколько их число снизилось, потом они восстановились. Но мы наблюдаем, что произошло торможение, вообще расширение этой категории среднего бизнеса. Это первое. Второе, что тоже очень важно, это обычно считается, что в России крупный бизнес производит что-то много, а средний бизнес, поскольку он попадает в категорию МСП, он особо даже и... Ничего не производит. И поэтому о нем надо все время как-то заботиться особо, выдавать ему микрокредиты, швейные машинки и прочее. На самом деле средний бизнес производит именно среднюю категорию, которую я сказала, производит 55% выручки, если совокупную выручку посмотреть, экономики среднего и крупного бизнеса, то это более половины. И это очень важно. То есть это очень значимая величина, которая перестала расти. И следующий очень важный момент. При этом доля прибыли, которая приходится на средний бизнес, который производит более половины, составляет сегодня всего 27%. Она составляла по процентам 40. То есть он всегда уступал крупному. А сегодня, соответственно, она упала до 30. И это, конечно, очень такая негативная тенденция. Она показывает, на наш взгляд, очень простую вещь, что кризис существенно больнее ударил по среднему бизнесу, который, в общем, особо не спасали и как-то не делали никаких на нем акцентов экономических. И почему? Потому что, во-первых, они работают в основном на конечный спрос, ну, в значительной степени на конечный спрос. И в то же время, с точки зрения издержек, они находятся в категории тех, кто покупает дорогие электроэнергию, газ, металлы и прочее. Таким образом, они, собственно, зашаты между двумя и с той, с другой стороны плохими условиями. То есть снижение конечного спроса и роста затрат на все ресурсы, которые они потребляют. И мы это видим. И поэтому сегодня ситуация, мне хотелось на этом сделать акцент, она реально требует внимания вот к этой категории, потому что, соответственно, если она не будет расти, то экономика в принципе не будет расти. Это что касается среднего бизнеса вообще. Дальше отвечаю на ваш вопрос, что, собственно, должно помогать. То есть существуют внешние условия. Внешние условия — это кризис, это хорошая политика в атлетии, это расширение денежного предложения, снижение процентных ставок и так далее. То, на что средний бизнес сам повлиять не может. Существуют внутренние условия. И поэтому вот на нашем мероприятии, который завтра будет, Конгресс Газели, мы, собственно, решили сосредоточиться на двух самых главных внутренних условиях. Первый из них — это управление себестоимостью. То есть что, собственно, где искать ресурсы роста? Ресурсы роста надо искать в том, чтобы тратить как можно меньше. И, соответственно, это, на наш взгляд, сегодня является таким очень важным предметом для обсуждения, для того, чтобы поделиться опытом, рассказать, как это делается. Хотя никаких готовых рецептов, которые можно было бы здорово применить к своей компании, не существует. Жаль, наверное. Хотя, с другой стороны, на Конгрессе люди собираются, что называется, одного поля ягоды, и помимо каких-то, так сказать, тезисных выступлений еще и будут общаться. И, может быть, такие, ну, как минимум, неготовые, но, по крайней мере, какие-то наброски этих решений. Потому что, действительно, это проблема, особенно сейчас, да, в нынешних экономических условиях. Собственно, снижение издержек, снижение, так сказать, расходов – это самое главное, наверное. Да, мы, вот, собственно, готовили как раз к этому выпуску специальный материал про управление себестоимостью. Естественно, мы разговаривали с топ-менеджерами и теми, которые завтра будут выступать. И, ну, я говорю, готового решения нет, но суть, если, как бы, совсем общо об этом говорить, то суть заключается в том, что надо очень тщательно на протяжении достаточно длительного времени и очень упорно работать над каждым элементом твоей организации, чтобы она, ну, чтобы уменьшить, соответственно, количество ресурсов затраченных, времени, которое на это уходит, промежуточные операции и так далее и тому подобное. То есть вот просто очень тщательная работа на протяжении длительного времени. Я когда-то занималась экономической теорией, и в учебниках по экономической теории, я помню, фигурировала везде кривая обучения. То есть, собственно, известно статистически, что компания за пять лет с начала своего существования или введение там нового продукта, новой технологии достаточно энергично снижает издержки. Ну, вот, собственно, падающая такая будет кривая. И, ну, просто в условиях перманентного кризиса нашего после 91-го года мы как-то забыли, что есть вот такие вот вещи естественные и стационарные. То есть, в принципе, если вы что-то начинаете делать, вы всегда тратите больше. Если вы дальше с этим работаете, то вы почти наверняка будете тратить через несколько лет меньше. Но главное, чтобы у вас были эти несколько лет. Да, да, это всегда вопрос. Кстати, мы начали разговор вот о факторах, да, этих самых факторах роста, и все-таки обращали внимание на то, что извне тоже какое-то движение должно происходить. Извне, да. Ну, понятно, что завтра будет поиск внутренних ресурсов, да, на снижение затратных, так сказать, цифр. А извне, ну, я не знаю, опять банально, но тем не менее, вмешательство государства, да, или какое-то формирование какой-то соответствующей, ну, не инфраструктуры даже, да, а соответствующей какой-то экономической ситуации. Вот на эти вещи вообще как-то можно повлиять? Ну, повлиять я не знаю, насколько можно. Безусловно, вот, собственно, те макроэкономические тенденции, которые были на протяжении последних четырех лет, они, конечно, все играли против роста среднего бизнеса, о чем, собственно, свидетельствуют и результаты. Невозможно в этих условиях, видимо, было развиваться. Собственно, мы видели две, два эффекта. Первый эффект – это рост реальной налоговой нагрузки, собственно, прежде всего, единый социальный налог, который, конечно, для компаний, прежде всего, обрабатывающей секторы, имел колоссальное значение. Я знаю множество компаний, для которых это было очень важной составляющей роста и сдержек на протяжении последних четырех лет. Об этом говорили постоянно, потому что это действительно было серьезно и тяжело. И второе – это, собственно, очень жесткая денежная политика, которая ввелась на протяжении последних полутора лет. Как я понимаю, после, собственно, кризиса 2008 года, когда произошло денежное расширение, потому что было страшно, и надо было спасать экономику, и все было сделано очень грамотно. И даже видно было, что компании из среднего бизнеса, они как бы почувствовали, видимо, 11 или 10. 10-й, 11-й год, они вот чувствовали возможности такого достаточно быстрого роста. То есть они забыли уже о последствиях кризиса. Не забыли, но возникло ощущение, что дальше будет хорошо. Да, дальше будет лучше. А потом вдруг, неожиданно, начиная как раз с второй половины 11-го года, очень возникла жесткая денежная политика, реальная денежная масса практически не росла. Соответственно, а что делать? То есть вот второй там важный параметр – это то, что доля кредитов среднего бизнеса по отношению крупного за это время выросла. Она же выросла не потому, что им очень хочется занимать. Безусловно. А потому что если у тебя с одной стороны растут издержки, а с другой стороны нет спроса, то ты вынужден заниматься, пытаясь что-то с этим сделать. И вот сегодня как бы достигнут некий предел. То есть внешние условия сегодня очень жесткие. При этом, вот с коллегой мы говорили с утра, который тоже исследует эту базу, есть сектора, они связаны сейчас с инвестиционными инфраструктурными проектами, которые мы этого еще, видимо, не видим, но они развиваются, где компании растут очень быстро, у которых прекрасный поле для роста, спрос и все прочие параметры. И инвестиционных проектов, инфраструктурных проектов, это может быть в данном случае прежде всего потому, что, если не поддержка, то непосредственно участие государства там... Нет, естественно, это просто создает поле для роста, но пользуются этим вот в том числе средние компании. Это точно так же, как и было в предыдущем цикле роста, здесь нет ничего особенного. То есть я хочу сказать, что мы не зря, собственно, сконцентрировались на себестоимости, потому что, ну, как бы существуют макродвижения, они развиваются, они все равно как бы вынуждены будут меняться, потому что нельзя держать такую денежную политику жесткую, нельзя не строить инфраструктуру и так далее. А чтобы рост был взрывной, те игроки, которые будут в него входить, они должны быть к этому готовы, а значит, они должны управлять, собственно, своими внутренними процессами. То есть опять мы пришли к тому, о чем говорили некоторое время назад, и на первом месте все-таки именно это. Смотреть внутрь и максимально каким-то образом эффективно заниматься собственным бизнесом. Ну что ж, мы сейчас еще раз новости послушаем, а потом продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему факторов роста для быстро растущих компаний среднего бизнеса, которые называются, как мы теперь знаем, «Газелями». Говорим о русских «Газелях». В студии сегодня Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе. Телефон в студии 6510-99-6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Ну и мы вернемся к разговору о среднем бизнесе. Все-таки, опять, даже аббревиатуру вы использовали, да, МСП, малый и средний бизнес. Это такая отдельная история вот внутри нашей, так сказать, многострадальной экономики. Кстати, можно ли говорить, что малый бизнес, да, то есть тоже через какое-то ускорение во времени, либо, так сказать, в пространстве, он все-таки стремится стать средним бизнесом? Или малый бизнес – это все-таки вещь достаточно обособленная? Как вы думаете, Татьяна? Ну, по-моему… По-разному это, да? Естественно, по-разному бывает, но в основном, конечно, это разные вещи. То есть понятно, что средние компании, которые мы видим как успешные, когда-то были малыми. В основном они все это частные компании. Начинали, да? Начинали с нуля, и поэтому из 10 миллионов рублей, из 20 миллионов рублей оборота, поэтому, безусловно, они были малыми. Но в целом, естественно, если говорить о массиве, то малые – это малые, а средние – это средние. И точно так же, как единицы среднего становятся крупными, так же единицы малого становятся средним бизнесом. А говоря о малом и среднем, все-таки, если говорить о проблемах, похожи они, на ваш взгляд? Можно говорить, да, что бизнесмены сталкиваются с ними? Вот, кстати, о налоговой нагрузке мы поговорили, и малый бизнес, учитывая последние события, достаточно сильно пострадал по этому поводу. Ну, конечно, общие условия, а не общие условия, но, в принципе, средний бизнес – это совсем другая история. Это все-таки история, достаточно… Ну, если мы уберем торговлю, прежде всего, оптовую торговлю, которой очень много в среднем бизнесе, естественно, и даже у них, то есть это достаточно большая потребность в капитале, достаточно интенсивные инвестиции в технологии, в оборудование, это достаточно большое количество персонала, ну и так далее. То есть все-таки это категорийно, это история, когда компания стремится быть сначала региональной, потом федеральной, потом выходит на глобальный уровень. Именно стремится, именно стремится. Да, да, это все-таки другая. Почему, собственно, с ними так носятся на Западе, с другой стороны? Потому что они, как бы, вынуждены в поисках развития заниматься инновациями не по принуждению, а по собственной инициативе. И всегда было известно, что, собственно, крупные компании питаются новациями, которые возникают на среднем уровне. Причем речь идет не только о каких-то высокотехнологичных новациях, но о любых типах. И, как бы, вот этот конгломерат крупного бизнеса должен быть окружен достаточно масштабным массовым средним бизнесом, который является, собственно, средой для роста, развития и всех прочих полезностей. То есть он более мобильный все-таки, да, надо говорить о среднем бизнесе? Ну, конечно, естественно. Он менее устойчив. Да, кстати, вот насчет менее устойчив, я еще не сказала, очень тоже драматической характеристики. 44% среднего бизнеса умерло за вот эти 4 года. После кризисные уже, да? Что важно? Ну, как после кризисных. С 2008 по 2011-2012 год 45%. То есть его смертность до кризиса была достаточно высокая. Это как раз характеризует среду как очень жесткую. То есть компании, ну, как бы, они не выживают. Жесткую с точки зрения конкуренции, с точки зрения самого процесса развития. Я думаю, что с точки зрения, скорее того, что, как бы, апеллируют к экономической политике. То есть с точки зрения того, что дорогая аренда, ну, опять же, дорогие все издержки. Трудно взять кредиты и прочее, прочее. То есть выжить реально сложно. Вот мы разговаривали с Мировым банком. Честно сказать, не помню цифры, которые они приводили по западной экономике. Но вот они говорили, что 44-45%, почти 50% это многовато. Хотя везде бизнес, конечно, достаточно масштабно умирает. На то он и бизнес, это естественно, да? У бизнеса есть определенные риски, не все выживают. Но тем не менее, если сравнивать, да? По-моему, там было процентов 25-30, если я не ошибаюсь. То есть у нас заметно больше. У нас заметно больше. Это специфика российской экономики, российской действительности. С этим связано все. Ну, тяжело, я же говорю, что с одной стороны мало опыта, с другой стороны среда жесткая. Но с третьей стороны, вот до кризиса, когда мы делали обзор среднего бизнеса, там средний темп роста были уникально высокими. Типа 40% вообще по всему массиву. А газели росли с темпами 80-100%. И когда мы тогда в одном из конгрессов обсуждали это с бизнесменами, они тоже жаловались на среду, на политику и прочее. А я как раз им говорила, что может быть вы поэтому и растете в среднем на 40%, что среда жесткая. А когда все смогут, тогда 40% роста не будет. Поэтому здесь, ну, как бы, кто играет, все это понимает. Уравновешивая, да, одно другое уравновешивая. Кстати, может быть, еще предположить, может быть, мы об этом, собственно, уже и сказали, что во многом вот достаточно серьезный, да, темп и рост обуславливаются тем, что на пустое место приходит бизнес, да, именно. Да, ну, собственно, сложно, и поэтому, если ты, как бы, выбрал правильную нишу и растешь, то конкурентов у тебя будет не очень много. В данном случае очень важно, да, выбрать эту правильную нишу. Хорошо, собственно, в разговоре о поисках факторов роста для быстро растущих компаний этого самого среднего бизнеса мы поговорили, да, о борьбе за снижение себестоимости, о чем еще раз повторю. Завтра будет разговор на конгрессе газелей. Значит, говоря о факторах роста, выбор ниши, да, смены этой самой ниши может, так сказать, в данном случае защитить этот средний бизнес? Да, да, как раз и выбор, и смена, и то, и другое имеет значение. Ну, если говорить о выборе ниши, то здесь не то, что она выбирается, то есть люди следуют конъюнктуре складывающейся. Но, по-моему, у Друкера была прекрасная фраза насчет того, что для того, чтобы преуспеть в бизнесе, ничего больше не надо знать, как то, что захотят потребители там видеть через 3-5 лет. Вот далеко не надо, а то есть надо учитывать основные тренды. И как раз быстрорастущие компании, они, естественно, очень в трендах. Сегодня их вот несколько. Первый, наверное, может быть, кому-то покажется странным, и он мне очень этим нравится, но он связан, собственно, с демографическими изменениями. Тренд связан с демографическими изменениями. То есть мне показалось, что это удивительно, насколько быстро произошла реакция экономики на формирование тренда на рост рождаемости. То есть вот с прошлого еще или с позапрошлого даже года мы увидели, соответственно, в наших газелях компании, которые занимаются продажей детских товаров, производством детских товаров и так далее. И это очень, мне кажется, такая сильная вещь, когда то, о чем потом говорят через год, через два, стали говорить, что вот у нас произошли кардинальные изменения в демографической ситуации, а бизнес, он улавливает это очень быстро. И сегодня это очень такая важная история. Она связана, как я сказала, в основном сейчас с торговлей и услугами, но, может быть, она перекинется и на производственный сектор. Вторая важная история с точки зрения ниш, конечно, связана с IT. То есть все, что касается интернета, использования интернета в B2B-шном сегменте, в B2C-шном сегменте, все это является тоже прекрасной почвой для роста. Следующий сегмент, связанный, собственно, с развитием интернет-торговли, это транспорт и логистика. Сегодня это очень, они всегда были в хорошем состоянии относительно всего остального рынка, потому что у нас всегда были проблемы с транспортом и логистикой. Ну и учитывая, да, вот такой достаточно серьезный рост и, так сказать. Ну, всегда я говорю, потому что и транспорта не было, и логистики не было, и складов никогда не было. Поэтому, конечно, все компании, которые действовали в этом сегменте, они росли быстро. Но просто развитие интернет-торговли, насколько я понимаю, оно еще к тому же дало дополнительный эффект уменьшения спроса на как раз крупные, требующие капиталовложения, склады прежде всего. И поэтому сегодня вот транспорт и логистика, обслуживающие интернет-торговлю, является очень динамичным сегментом, где появляется масса быстро растущих компаний. Следующий сегмент, о котором мы говорили, я уже говорила, это, собственно, те, кто обслуживает инфраструктурные проекты строительные. Ну, то есть вот у нас есть там компания, которая занимается производством металлоконструкций. И, кстати, она же, вот это к следующей теме, которую вы затронули, насчет выборнейшей ее развития. Она занимается производством металлоконструкций, и на своих металлоконструкциях она, соответственно, себя прекрасно чувствует, обслуживая строительство дорог и прочие инфраструктурные объекты. Но параллельно она занялась производством садового инвентаря. Насколько я понимаю, по окружению, собственно, развитие дачно-преусадебного хозяйства и вся эта деятельность у нас тоже достаточно бурно развивается. Ну, в свое время у нас тоже, видимо, сверху некий тренд. Не сверху, мне кажется, что это естественная потребность людей, так же, как они хотят рожать детей. Они хотят иметь собственные земельные угодья и облагораживать их. Поэтому сегодня я просто сужу по рекламной активности этого сегмента, прежде всего, западных компаний. Поэтому, ну, видно, что на это есть спрос, и наши компании на этом тоже выигрывают и зарабатывают. Кстати, очень интересно, а западные компании, тем не менее, они присутствуют на российском рынке вот в этом конкретном сегменте, в сегменте газелей, может быть, составляют конкуренцию даже нашим отечественным? Мы вычищаем западные компании, но, кстати говоря... Вычищаем в смысле из статистики. Да, то есть мы работаем с русскими компаниями, у нас даже, по-моему, есть условия не более 50% иностранного капитала. Но, кстати говоря, по-моему, это вот, когда мы начинали, их было крайне мало все равно. То есть это все-таки больше такое российское явление, я имею в виду российской территории. Я понял. Хорошо. Хорошо, значит, по поводу новых ниш, вот очень интересный пример вы привели, да, те, кто занимается металлоконструкциями, значит, посмотрели еще на садовые участки. Вот логика подобной диверсификации, она связана с тем, что все же садовый инвентарь – это тот же самый, да, металл, только в некотором ином формате или, может быть, что-то другое. Ну, мы с ними конкретно не разговаривали, но в целом, вот как раз исследуя вот этот феномен, что газели в основном перестают быть не только газелями, но и вообще растущими компаниями после семилетнего цикла роста, мы высказали гипотезу, что существует три условия, при которых они сохраняют рост. Первое – это нахождение своей компетенции жесткое, второе – это выход на внешние рынки, глобализация, и потом об этом можно поговорить. И третье – это диверсификация как раз, то есть опираясь, как это ни странно, вот надо оперяться на свою ключевую компетенцию, и тем не менее найти там третий, четвертый, пятый ход, и вот, собственно, автор этой статьи ссылается на компанию «Диэлектрические кабельные системы», как раз они говорили, что у нас не один цикл роста, а у нас там типа четыре цикла роста. Внутри этих семи лет. Да, мы все время ищем новые ходы, и если новые ходы находятся, то… Ну, это здорово, и опять-таки, мне кажется, это важно, что внутри этого семилетнего цикла, о котором мы говорим, находятся еще под циклы, такие волны лета своеобразные. Ну, в данном случае надо говорить об эффективном менеджменте все-таки, да, в эффективном руководстве. Человек не ждет, когда, условно говоря, настанет край, и тогда я стою, руки развел, а что же делать, дай-ка попробую. То есть на опережение, на опережение, на опережение, это тоже, наверное, надо говорить в российской действительности важно. На опережение. Это везде важно. Везде важно. У нас, наверняка, это более важно, потому что, ну, в любом случае, да, как говорили известные персонажи, живем как на вулкане. Живем как на вулкане, все время что-то меняется, да, все время новые оттуда веяния или внутри веяния, да, и тут нельзя расслабляться. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ потом. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, последняя часть бизнес-класса. Мы сегодня говорим о факторах роста для быстро растущей компании среднего бизнеса, которые, как я еще раз подчеркну, романтически называются газелями. В гостях бизнес-класса сегодня Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». И на всякий случай я еще раз напомню, телефон студии 651099.6, код Москвы, 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, наш разговор опять в поисках факторов роста. Мы поговорили о нишах, мы поговорили, да, о других возможностях, ну, как минимум, задержаться, да, в этом сегменте, ну, или продолжить свое активное развитие. И диверсификация тоже достаточно очевидный способ это сделать. Ну и выход на внешние рынки, Тань, вот очень хотелось бы об этом поговорить. Насколько вообще с этой точки зрения это возможно, насколько российский производитель, да, российский бизнесмен конкурентно способен. Потом там достаточно своих газелей, мы об этом тоже говорили. Как это выглядит? Ну, здесь есть, естественно, как успешные, так и неуспешные примеры. И я начну с того, что лично я всегда исходила из закона, который в свое время описал Майкл Портер, занимаясь, собственно, исследованием конкурентоспособности стран. Он пришел к выводу, что, в принципе, компании созревают на национальных рынках. И даже это объяснял простыми совершенно соображениями, ну, собственно, плотностью взаимоотношений, плотностью коммуникации, наличием того, что существует достаточно масштабный потребитель, с которым можно всегда поговорить о деталях и так далее. Понимание этого потребителя, да, на ментальном уровне. Да, 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 да. И вот мне всегда казалось, что, ну, как бы это логично и вроде так и должно быть. Но когда мы стали заниматься средними компаниями, особенно вот этими суперуспешными, то сейчас происходят очень интересные вещи. То есть как происходит развитие? Сначала действительно развитие происходит на внутреннем рынке, а потом, через какое-то время, компания начинает искать в поисках компетенций, часто технологические компетенции, иногда управленческие компетенции. Они начинают искать способы работы на внешних рынках, и там они ищут партнеров. Но вот что я заметила, это уже не один случай, это многочисленные случаи, что компании не просто находят партнера, они покупают компании средние на западном рынке, и в свою очередь западным компаниям это выгодно. И вот, собственно, вот этот вот, это я видела вот на, соответственно, компаниях, которые занимаются тоже всякими кабельными и строительными конструкциями. Этими вот есть компания, которая производит супер-мини-двигатели для дрели и всего прочего, забыла почему-то, как она называется. Есть компании, которые занимаются производством там косметических препаратов и прочего. Есть компании, которые прокладывают большие трубы. Вот и все они сегодня, это, в общем, не то, что там традиционный ход, но этот ход существует, когда компания, задумываясь о своем глобальном развитии, она не просто выходит на внешний рынок, она покупает западную компанию. И таким образом она сразу приобретает технологические компетенции, которые потом часто переносятся обратно в Россию. Она частично приобретает управленческие компетенции. А почему западу это выгодно? Потому что они полагают, что наша компания выведет их на большой российский рынок, но не только. Как это ни странно, очень частая мотивация западной компании, это не только российский рынок, но это и рынок Индии, Латинской Америки и иногда Северной Африки. То есть вот этот вот... То есть через Россию, да? Не через Россию, а просто, насколько я понимаю, если как бы просто говорить, то там народ более ленив, потому что там, в общем, все хорошо. И поэтому, если появляется русский менеджмент, который еще, соответственно, смел и бьет копытом, то это вызывает новый импульс роста. И компании на это соглашаются и видят в этом свою перспективу. И это явление, еще раз скажу, что оно уже достаточно частое. Вот есть истории, когда компании сначала выходят на китайские рынки, но тем не менее, вот этот фактор технологического совмещения западной компании и расширения за счет этого, он достаточно часто происходит. Кстати, если говорить о географии все же, да, мы говорим о наших газелях, которые в поисках новых витков для роста смотрят за рубеж. Куда конкретно? Ну, я сказала, что статистики у нас нет, просто те примеры конкретные, которые попадают в мое поле зрения, то они связаны, очень часто слышишь про Индию, про Латинскую Америку и про Северную Африку. Китай, как это ни странно, казалось бы, огромный рынок, я лично слышу очень редко, как пример для роста. А с чем это может быть связано? Чаще Индия. Может быть, со своеобразием китайской экономики она все-таки, да, достаточно такая управляемая и, может быть, защищают ее от этого внесения. В частности, как раз вот этот вот производитель дрелей высокоэффективных, они выходили в Китай, но, по-моему, все равно, собственно... Ничего не получилось? Нет, ничего не получилось, они просто, по-моему, там делали производство для других рынков. Возможно, Китай просто беден для потребительских товаров, а что касается крупных инфраструктурных объектов, которые тоже часто у нас очень появляются, с одной стороны, он беден для потребительских товаров, с другой стороны, он их очень много производит, это первое. Производят, тем не менее, ориентируясь на внешний спрос, как... И на внешний, и на внутренний, возможно, там трудно пробиться. А что касается инфраструктурных, то тоже там, собственно, я думаю, что там просто все свое, в отличие от... Своё, конечно, конечно. В любом случае, если говорить именно о стимулировании внутреннего спроса, развитии инфраструктуры каких-то программ, конечно, Китай, прежде всего, решает это собственными силами, естественно. Ну, по крайней мере, я вот говорю, ни одного примера я сейчас не могу вспомнить, когда бы речь шла о том, что мы будем развиваться за счет китайского рынка. А вот интересный пример с Африкой, да, Южная Африка, Северная Африка, Северная Африка, это тоже вещь достаточно эффективная? Ну, говорят, да, ну, вот, собственно, те примеры, которые я говорю, я слышала, то обычно это три крупных региона. Ну, и, наверное, есть и Европа. Европа есть, если там, собственно, вот, есть в Италии, есть на компании, когда приобретают или ищут итальянских партнеров, происходит развитие. Но там тоже рынок насыщен. Нет, вот, собственно, вот эти вот три ключевых сегмента, пожалуй. То есть там пока еще, да, есть возможность для такого же скачка, какой наблюдался в России в свое время. Хорошо, Тань, ну, и немного времени у нас осталось до конца эфира. Все-таки, если говорить о перспективах развития этого сегмента экономики, среднего бизнеса, газели, как вы его оцениваете? И, так сказать, ближайшей, может, среднесрочной перспективе какой-то. Ну, и для того, чтобы он был наиболее эффективен, все-таки, да, мы сегодня в поисках этих факторов с вами перечисляли уже, да, и внутренние резервы, ну, и ферсификацию, внешние рынки. Может быть, стоит упомянуть и о государстве любимом, который каким-то образом, может, простимулирует, поможет, поддержит. Ну, я думаю, что, собственно, сегодня мы находимся просто в фазе формирования новой циклической волны, и она такая естественная, то есть просто тягостная, длинная депрессия, ну, это действительно утомительно для всех. Конечно. Но я думаю, что, ну, как бы, факторы такие, как бы, нерукотворные, что ли, когда надо строить дороги, значит, надо строить дороги, возникает, как бы, массовое представление о том, что надо строить дороги, и они будут строиться, потому что, если они не будут строиться, то мы умрем. Да, естественно, что называется нерукотворные, то есть это, как бы, не необходимость освоить деньги, а необходимость реально, потому что ее нет. Нет, я имею в виду не рукотворное, это не когда кто-то садится и говорит, вот давайте мы сделаем то-то, то-то, то-то. А когда происходит как бы с одной стороны массовая потребность возникает, и вот это вот общее понимание, что это надо делать, оно само приводит в действие все экономические рычаги и рыночные, и государственные. Просто вот есть такой Нобелевский лауреат, был вернее Хиггс, который исследовал циклы экономические, и он писал, он был эконометриком, у него очень много было математики в его текстах, и в конце книжки маленькая главка, откуда берутся подъемы, и он написал, что подъемы берутся только тогда и только тогда, когда тысячи хозяйствующих субъектов формируют планы своего развития и начинают их реализовывать. Вот, собственно, вот это я называю нерукотворным, это когда все это касается и государственных органов, и частных органов, когда возникает, то, что я называю, общее понимание, что надо делать, и оно складывается. И мне кажется, что сегодня, вот, судя по тому, что я слышу, вижу, о чем мы пишем, сегодня мы просто находимся вот в фазе формирования этой новой волны, и на ее выходе, собственно, появится вот другое ощущение, ну не другое ощущение, другая просто структура экономики, которая будет в значительной степени более модернизированной, чем то, чего мы хотели. Другая парадигма, да, когда слово такое любят употреблять еще, другая парадигма, я понимаю, что это не очень, наверное, правильный вопрос, но в любом случае очень хотелось бы знать, хотя бы примерно, да, какие сроки, когда мы сможем выйти уже на этот новый цикл. Ну, это действительно трудно сказать, потому что как раз фазы стагнации, они самые неопределенные, все понятно с фазой роста и с фазой развития, наоборот, с фазой развития и с фазой роста, потому что по времени понятно, сколько еще времени занимает. А вот сидеть в размышлениях о том, что делать дальше, можно достаточно долго. И сейчас трудно сказать, потому что вот я вижу, что сейчас как бы, ну вот обсуждается и денежная политика, и налоговая политика, и, соответственно, с другой стороны, эти компании занимают себе стоимость, инфраструктурные проекты строятся. Когда это все сформируется? Ну, может быть, через год, может быть, через полтора. Кстати, а можно здесь, ну, если не параллель, то связь какую-то, допустим, прорисовать с тем, что происходит за пределами Российской Федерации, потому что понятно, что сейчас наверняка и развитые экономики, крупнейшие экономики тоже, да, не лучшие времена переживают. Ну, как раз Америка начала расти. Мало-мало начала, да. Мало-мало начала, мало-мало начала. Ну, нет, она начала расти достаточно интенсивно, и развивающиеся страны нет. Но у нас просто настолько у самих огромные резервы роста, огромные, потому что у нас ничего нет. То есть надо только, да, что-то начать делать, и вот, собственно, уже результат. Вот, поэтому мне кажется, что мы действительно в этом смысле, если мы будем двигаться вперед, мы очень мало связаны, меньше, чем раньше, связаны с внешними эффектами. Хотя я знаю, что со мной многие не согласны. Ну, ничего страшного, в любом случае, у всех свое мнение, это здорово. Огромное спасибо за ваше мнение, Татьяна, я буду заканчивать. Уважаемые слушатели, сегодня в гостях бизнес-класса была Татьяна Гурова, первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт». Мы говорили о факторах роста для быстро растущих компаний среднего бизнеса, которых романтически называют «газели». Спасибо большое, Таня. Спасибо вам. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. До свидания.